Летом, особенно в такие жаркие деньки, как сегодня, на улицах много велосипедистов от мала до велика. И именно в это время фиксируется рост ДТП с их участием. И, как правило, пострадавшими оказываются дети. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд и еще раз напомнили юным водителям о правилах дорожного движения. Во время летних каникул на дорогах города увеличивается количество любителей покататься на двухколесном транспорте. Главное преимущество этого вида – легкость в управлении. И еще, чтобы управлять велосипедом или мопедом, не надо учиться в автошколе и сдавать экзамены. Однако для велосипедистов никто не отменял правила дорожного движения. Профилактические рейды сотрудников госавтоинспекции как раз направлены на выявление нарушителей, которые пренебрегают этими правилами даже ради своей безопасности. Если выявляется нарушение правил дорожного движения детьми на дороге, то на них составляется карточка нарушений. Эта карточка далее направляется в образовательное учреждение, где обучается нарушитель. И с ним проводится дальнейшая профилактическая работа. Это беседа как с самим нарушителем, так и с беседой с родителями. Наиболее популярен этот вид транспорта среди подростков и детей. Надо сказать, что за истекшие 6 месяцев сотрудниками ГИБДД выявлено 258 нарушений правил дорожного движения детьми. Из них 117 – велосипедистами. Но, к счастью, не все любители велосипедов пренебрегают правилами дорожного движения. Например, 9-летняя Анастасия катается на велосипеде с 5-летнего возраста. Сейчас для девочки и двухколесный друг не только вид транспорта, но и экстремальный спорт. Большой опыт управления велосипедом позволяет правильно вести себя на дорогах города. Когда машины едут, нельзя вообще на велике переезжать дорогу. Можно ходить дорогу со взрослыми, переходить ее. Если расшибся, надо идти домой, чтобы рано залечить, а не тут быть. Однако в ближайшее время Минтранцам будут вынесены поправки в правила дорожного движения. Те, кому меньше 7 лет, смогут ездить на велосипеде только по тротуару. В сопровождении взрослых разрешат пользоваться двухколесным транспортом на проезжей части детям от 7 до 14 лет, а по велодорожкам они смогут прокатиться самостоятельно. К тому же разрешается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в этом направлении. Но при этом велосипедисты должны соблюдать скоростной режим, двигаться не быстрее пешеходов. И, конечно же, несмотря на возраст, все должны соблюдать правила дорожного движения. Дарья Самородова, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...